Заявление, от кого бы они ни сходили, о гробокопательстве на Красной площади, мы рассматриваем как абсолютно провокационное. Хочу всем напомнить историю этого вопроса. Ровно сто лет назад в эти дни совершилась уральская буржуазная революция. Монархия не удержала империю единства. Шесть партий буржуазных, которые образовывали прогрессивный блок, не справились с управлением нормальным законодательством. Империя распалась, армия разбежалась. И только большевики во главе с Лениным выступили действительно за единую, но советскую народную республику и справились с этой исторической задачей. Они сумели выбить из всех портов Антанту 14 буржуазных государств, по сути дела оккупировали бывшую Российскую империю и пытались навязать свою волю. Воля заключалась в плане Абудра Вильсона, американского президента, который решил разделить нашу страну на 20 кусков, и они готовы ее были приватизировать по частям. Вот так складывалась тогда история. Владимир Ленин вместе с большевиками обратился к стране социалистической отечественной опасности и сумел с нуля создать пятимиллионную Красную армию. Пятимиллионная Красная армия, в которую влились почти все высшие офицеры бывшей Российской империи, более 80 тысяч человек, справились с этой задачей. Они создали мощные и беспособные подразделения. Они сумели разгромить и Колчаков, и Деникищину, всех вместе взятых. Всю эту свору, которая работала и защищала интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Они не только с этим справились, но и создали те условия, которые позволили провести съезд депутатов всех уровней, а депутаты приняли историческое решение. Впервые, впервые, мирно, на съезде, демократично было принято решение о создании Союза Советских Социалистических Республик. Впервые, мирно и демократично было принято решение положить в основу этого нового государства не национализм, не вражду, не войну и не насилие, а справедливость, труд, дружбу народам и равноправие. Под этой идеологией стоит подпись Ленина. Никаких других подписей, которые бы сегодня подтверждали легитимность нынешней Российской Федерации, кроме подписи Владимира Ульянова Ленина, нет. И если это не понимают провокаторы нынешние, предлагая раскапывать Красную Площадь и грабокопательством заниматься, тогда они не просто провокаторы. Они решили вот столетие Великого Октября насолить всем нам, независимо от идеологической ориентации и наших убеждений. Я думаю, я полагаю, что наш президент это прекрасно понимает. Уже такие предложения звучали несколько лет назад в его кабинете, когда собирались лидеры всей фракции. И один из них, последователь Жириновского и им подобные, встали и предложили заняться раскопками на Красной Площадь. Я тогда, поднявшись, сказал, хочу вам дать историческую справку. Первое. Давайте определимся, с чего начнем копать. Если речь идет о грабокопательстве, тогда самые древние захоронения от Москвы реки у стен нашего Кремля. Дальше за 300 лет, начиная с Иван Калиты, державные государи и члены их семей, похоронены в двух соборах Кремля. Следующее захоронение на Красной Площади захоронено более 400 человек. Там лежат 32 маршала и генерала, все командующие фронтов, которые обеспечили надушу победу в мае 1945-го. В главе с Жуковым, самым талантливым полководством всех времен и народов. Операции военные Жукова и под Москвой, и под Сталинградом, и на Роскурской дуге изучают во всех военных академиях мира. Там похоронены три гения русских, Королев, Келдыш и Курчатов, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет. Там же похоронены многие наши талантливые люди и космонавты во главе с первым космонавтом в мире Гагарин. С чего вы будете начинать? Дальше давайте переместимся в Александровский сад. Там могила неизвестного золдата и прах наших предков и священная земля всех городов-героев, а теперь и городов воинской славы и Брестской крепости-героев. Наступила мертвая тишина. После этого президент сказал, пока я сижу в этом кабинете, никакими раскопками на Красной площади не будем заниматься. Теперь даю ответ тех, кто призывает к примирению. Само кощунство этого предложения и примирение абсолютно несовместимы. Каким образом вы призываете к примирению, если вы даже не знаете элементарных законов Российской Федерации? Если вы откроете нынешний закон о захоронениях, там написано, они используются, они выполняют суду в формах. Могилу и в склеп. Захоронение в склепах это традиция российской державности. Хотите в этом убеждиться? Поезжайте в Киево-Печерскую лавру. Вы там увидите мощи Ильи Муромца. Вы там увидите. Если хотите поехать в Псково-Печерскую лавру, вы там увидите родственников Пушкина, Кутузова и всех остальных. Если хотите поближе, пожалуйста, посмотрите в склеп Пирогова и прочитайте заключение Священного Святейшего Синода. Там сказано, почему они захоронили в склеп по просьбе и родственников, и близких, и крупных ученых. Ленин захоронен в соответствии с законами нынешней действующей Российской Федерации. Более того, если вы решили кого-то перезахоронить, тогда по закону написано, вы должны обратиться ко всем ближайшим родственникам. Если они согласны, они вам должны дать письменное согласие. Я собирал в этом зале и в других больших, всех родственников, тех, кто захоронен на Кремлевской площади. Все категорически высказали нет мы против этих перезахоронений. Все до единого. Письмо, соответствующее с их подписями, лежит у президента и можно с ним ознакомиться. Таким образом, подводя общий итог, я рассматриваю эти выпады как еще одну крупную провокацию против российской государственности. Именно против российской государственности. Потому что, если хотите развалить и раскачать страну, вот вносите такого рода предложение. Потому что две трети уже граждан высоко оценивают заслуги советского государства. Никаких других подписей под нашим членством в ООН и в Совете Безопасности, где мы имеем право в это, кроме подписи Сталина, тоже в истории нет. Поэтому те, кто покушается на светлые имена основателей нашего государства, те, по сути дела, покушаются на стабильность и устои нынешней Российской Федерации. Если вы ведете речь действительно о серьезном примирении, то заявляю вам, мы примирились на фронтах Великой Отечественной войны. Да, гражданская война кровоточила в сердце многих граждан. Об этом все говорили и все делали, в том числе, прежде всего, Ленин делал, чтобы она была не развязана. И советская власть утвердилась в нашей стране довольно мирно. А гражданскую войну начали провокаторы. Прежде всего, те, кто орал за единую неделимую, но кого привезли на американских кораблях за деньги англичан и французов. Кто развязал войну, начиная с белочехов, которые подняли бунт на Транссибе. Тогда их включили во французское войско и решили перебросить. Здесь линия фронта была через Дальний Восток. Они начинали. Они начинали, высаживаясь во всех портах. Первые концлагеря англичанинам организовали в Архангельской области. И мы должны это знать. Но советская власть оказалась великодушной. И начиная с 30-х годов были предприняты очень многие шаги, которые действительно примирили общество. Тогда восстановили в правах и кулачество. В 35-м году восстановили казачьи части. Полностью восстановили казачьи подразделения. И казаки сотнями уходили добровольцами защищать нашу державу, когда фашисты на нее напали. Перед самой войной восстановили в правах имущественной классы. А после войны в 45-м году было принято специальное решение, которое позволяло любому, кто покинул страну, спокойно возвращаться в страну-победительницу. Мы все там примирились. Если сегодня объединяется антироссийская олигархия, которая не хочет деньги вкладывать в свое производство, антисоветская жириновщина, от которой скоро тошнить всю страну будет, и либеральная полуфашистская свора, которая готова разломать Россию по гавказскому хребту и ненавидит все русское, народное и советское. То вы должны прекрасно понимать, на сегодня это самая большая угроза, не просто стабильность страны, это самая большая угроза всем вам без исключения. Потому что с советской страной не справились ни фашисты, ни ядерные силы Америки. Фашистскую советскую страну порушили национализмом, антисоветизмом и русофобией. Эта троихфазная идеологическая бомба разорвала границы, угробила братскую Украину, вы это видите прекрасно, и продолжает калечить души многих молодых людей сегодня. Мы обязаны с вами из этих последних двух-трех трагических десятилетий сделать абсолютно ясный вывод, что мы должны эффективно бороться с антисоветчиками, русофобами, с теми, кто, собственно говоря, навязывает в стране либеральный курс, который смертелен для России и который кроме как несчастья в каждую семью не несет. Те, кто вносят такие предложения, должны помнить, что у нас сегодня дети войны получают пенсию 13 тысяч. Вот сейчас я их принимал, что они не в состоянии выжить нормально. Они должны знать прекрасно, что 72 человека из сотни живет на 15 тысяч рублей и менее в месяц. Они должны знать, что эта дума за последние три года отдала банкирам 2 триллиона 817 миллиардов рублей. В инвестиции вложено 4 процента. Остальное или по карманам рассовали, или разогнали эти денежки по своим дачам, яхтам, самолетам и всем остальным. Вот реальная картина. Поэтому хотите мира и спокойствия, опирайтесь на все лучшие тысячелетние истории. Вот у нас на Красной площади это все лучшее есть. Там стоит храм Василия Блаженного, который отстроен легендарно во времена Ивана Грозного. Там Кремль, который основал Иван III и который занесен вместе с Красной площадью сокровищество ЮНЕСКО. Там звезды красные, двухглавые орлы. Там музей истории и мавзолей, к которому бросали фашистские знамена, на котором принимали исторический парад. Те, кто лезет своим мурлом, своим невежеством, грязью сегодня на святую для всех нас Красную площадь, тот, по сути дела, разжигает не просто спор и скандал. Он парализует страну в условиях кризиса, когда ее обложили со всех сторон. Уже натовцы и фашисты маршируют непосредственно в Прибалтике. Уже бандеровцы захватили власть в Киеве и унижают Донбасс, который строили всей страной. Уже террористы распоясались на Ближнем Востоке. Неужели вам этого мало? Поэтому наша задача действительно сплачивать общество. А чтобы ее сплачивать, надо внимательно изучить и столетие буржуазной революции, и столетие Великого Октября. Великий Октябрь спас страну. Ленин возглавлял тогда страну и державу. Он ее собрал в новой форме, в форме Союза СССР. Ленинско-сталинская модернизация показала пример, как можно полуграмотную распавшуюся державу сделать за 20 лет великой. Мы увеличили потенциал к 1940 году в 70 раз. Вся сволочь мира не может простить Ленину и Сталину только то, что они сохранили великую державу, собрали ее в новой форме, обеспечили великую победу, прорвались в великий космос и создали лучшую социальную систему. Вот они и сегодня пытаются свести счеты. Но, уверяю вас, у них ничего не выйдет. Общество уже во многом прозрело, понимает, что происходит, и не допустит никакого варварства на Красной площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин